Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я Бахтина Елена. Вы находитесь на моем YouTube-канале, где огромное количество уже заготовленного материала по молодости, здоровью и красоте. Поэтому, если вы хотите всегда быть молодым, здоровым и красивым, просто подпишитесь на этот YouTube-канал и активируйте колокольчик. Мы стараемся два раза в неделю выкладывать какие-то очень-очень полезные материалы для вас и для вашей молодости. Ну а сегодня я хочу поговорить о культуре движения. О культуре движения в нашем обществе, где мы в основном сидим на попе ровно и практически не работаем своим телом. Ведь так было не всегда. Все-таки человек больше занимался физическим трудом, у человека не было возможности много пользоваться транспортом. Ну в общем мы больше ходили, мы больше работали, пахали, сеяли и так далее. А сейчас мы офисный планктон пришли на работу и засели в одном положении и в этом положении провели весь день. Я сейчас хочу рассказать вам о том, как на вас, на такое ваше поведение реагируют ваши мышцы, реагируют ваши фасции. Но если с мышцами вы знакомы, то что такое фасция? Фасция это тот прозрачный пакетик, который вы, может быть, видели при разделке мяса, куда упаковано мышечное волокно. Она прозрачная, она может менять свою длину, но она, вот если мышца сократилась, то и фасция сократилась. Мышца расслабилась и фасция разъехалась. Но если эта мышца очень часто сокращается, как вот, например, трапециевидная, возьмите левую руку, положите на правую трапециевидную мышцу, позаводите плечико назад и вы почувствуете, как эта мышца работает. Это самая стрессовая мышца, которая находится в районе шеи и она перегружена, потому что у нас вынужденная позиция перед компьютером, вот такая. Она прям каменная, да, каменная, плюсики в комментариях поставьте, если каменная. Так вот, мышца постоянно в сокращенном состоянии, фасция тоже подсократилась. Потом, даже если мышцу мы хотим уже расслабить, а фасция, как мое платье, видите, это плессировка такая, она взяла и заплессировалась, эта фасция, и она уже не дает мышце сократиться. Головной мозг не ощущает, что эта мышца нами распущена, расслаблена, релакс наступил у этой мышцы. Нет, головной мозг этого, ну как бы не понял, потому что мышца не достигла первоначальной длины. И головной мозг поддерживает хроническое, бесконечное, не прерывающийся даже на ночной сон, гипертонус, сокращение в этой мышце. Можно сказать на русском языке спазм. И эта мышца вечно в спазмированном состоянии. Если бы вы были мышцей, которую кто-то зачем-то держит бесконечно в спазмированном состоянии, какое бы у вас было кровоснабжение? Плохое. Какой бы у вас был лимфоотток? Ужасный. Какая бы у вас была энергия жить, давать человеку молодое, красивое, расправленное движение? Никакой энергии. Вот это и называется старостью, господа. А я вам говорю, старости нет. Любую мышцу можно вывести на молодое, длинное, красивое состояние, в котором эта мышца имеет шикарное кровоснабжение. Давайте за это прям поборемся. Вот это то, за что нужно бороться. Меня удивляют современные женщины, которые колят себе ботекс куда-нибудь, ну не знаю, губы, себе делают такие вот, что аж прям неестественно и так далее. И при этом они ходят все равно в старой осанке. Ребят, деньги тратить надо на осанку. Если уж вы тратите деньги на эстетику, то виднее осанка на самом деле, виднее походка. Вот если человека скрючило вперед, у него шажочки станут маленькими. Знаете, как говорят, извините, некрасиво, старый, как старый пердун говорит, это очень некрасиво. Но эти мужчины, которые потеряли инициативу в движении, их скрючило настолько вперед, что они не могут сделать широкий шаг. Им все тянет и болит, и они не могут сделать широкий шаг, понимаете? И мы с вами, девочки, до этого дойдем. И мужчины наши до этого доходят. Вот с этим надо работать. Какой ботекс, девочки? Какой силикон! Когда вы в начале коридора, я не вижу, есть у вас межбровка, силиконовые губы или нет. Я этого не вижу. Но я вижу вашу осанку. Поэтому давайте еще раз поговорим о мышцах. Есть методика по переобучению центральной нервной системы, чтобы она не держала глупый, никому не нужный гипертонус. Прям методика, знаете, я их называю медленные нудные упражнения. Вот это медленное нудное упражнение, например, по большой грудной мышце. Я поворачиваю, заворачиваю ручку внутрь, а потом я прям, знаете, я не должна слушать музыку в этот момент. Я должна прям чувствовать, а что же со мной происходит. Это очень медленные движения, которые просто, они реставрационные. По окончанию этих движений вы прям почувствуете, что мышца реально развернулась. Вы по-другому чувствуете свое тело, вы по-другому несете себя в пространстве. И сами фасции, они тоже из плессировочки такой, они могут превратиться в длинную фасцию, нормальную, молодую. И вы получите раскрытую грудную клетку, молодое движение, широкий шаг. И вы станете еще дальше от возрастных изменений, походки, осанки, от того, что нас скручивает. И это называется культура движения, которая в нашем обществе отсутствует напрочь, напрочь отсутствует. И только те люди, которые не жалеют своего времени на физическую нагрузку, они выглядят, конечно, лучше. Например, мне было почти 40 лет, когда я решила все-таки начать бегать. Наверное, мне было чуть меньше все-таки. И когда я начала бегать, всего лишь 30 минут в день на промежке стала тратить, я стала лучше выглядеть. И я тогда поняла, что физическая нагрузка – это очень важно. Но также важно выгнать застрявший, застарелый стресс из основных ключевых мышц нашего тела. Я прям заморочилась. Я сейчас заканчиваю прохождение сертификационного курса по соматике Ханны. Вы можете найти в интернете бесплатная книжечка Томаса Ханны «Искусство не стареть». Так оно называется. Я прочитала эту книгу и очень захотела погрузиться в эту методику. И когда начинались сертификационные курсы, я пошла на эти сертификационные курсы. Вот сейчас я понимаю глубоко этот процесс. Я сама практикую. И я для вас записала 8 занятий. 8 таких занятий на каждую зону тела. Например, первое занятие – мы с вами будем работать над передней группой мышц. Тут есть очень большая мышца, которая называется «прямая мышца живота». И такое впечатление, что с каждым годом ее укорачивает. Грудь висит, талия отсутствующая. Но, в общем, все очень некрасиво. И мы с вами будем делать упражнения, которые позволяют вам и грудь иметь более высокую, и талию более длинную. Эти упражнения распускают эту стрессовую мышцу. Следующий блок, следующее упражнение – это работа с крупными мышцами по задней поверхности тела. Это мышцы тоже очень мощные, очень крепкие. И их гипертонус приводит к гиперлордозу, когда попа назад, а животик выпадает. Очень многие девочки жалуются. И эти упражнения позволяют избежать, предотвратить или остановить хронические, изматывающие боли в пояснице и в кресце. Они просто волшебные. Тоже очень медленное упражнение. Третье упражнение будет касаться длины талии. Это очень важно, потому что такое впечатление, что с возрастом грудная клетка прям впаивается в таз. Расстояние между грудной клеткой и тазом просто минимальное. Это приводит к ограничению дыхательных движений, к ограничению объема легких, к чему это только не приводит. Но это точно не для нас. Зачем нам эти старческие изменения, если можно подумать, поработать и отменить их? Еще будет информационный блок, ясное дело с упражнениями, на скрутке. На скрутке. Когда молодая девочка идет, у нее и плечики двигаются, и таз двигается в разные стороны, если заметили. И это красиво, и это естественно. Это снимает нагрузку с каждого межпозвоночного диска, потому что все живет и работает на мягких тканях. На межпозвоночных дисках отчасти, на связках, на мышцах. А если вколотилось, посмотрите, как вы идете. Если вы идете и не двигаетесь, то есть у вас нет вот этой естественной скрутки во время движения, значит вся нагрузка приходится на твердые части скелета. Межпозвоночные диски будут давать грыжи и протрузии, и будут изнашиваться, обрастать остеофитами, ясное дело, тела позвонков. Зачем вам это? Ведь это можно отменить. Еще будет один урок на тазобедренные суставы. Вот шаркающая старческая походка у очень пожилых мужчин, это особенно видно, у женщин тоже видно. Ее тоже можно избежать, если вы вернете нормальный тонус всех мышц в области тазобедренных суставов. Когда я для себя делаю этот урок, я потом еще два дня, мне кажется, я не хожу, я парю. Я реально парю над поверхностью земли, потому что походка вообще никак не ощущается. Настолько все легко и естественно так, как должно быть. Конечно, еще будет информационный блок на плечики и шею. Но это самая моя проблемная зона. Я, собственно, обратилась к культуре движения именно потому, что я заметила, что у меня шея укоротилась. В общем, тут куча проблем. У меня холка откуда-то появилась, и чувствую, что все, сейчас все здесь обвиснет. Но это общая проблема всех женщин. Это очень страшно на самом деле. Но с этим можно работать, и нет предела совершенства. Если вы чувствуете, что вы красавица, значит круто, значит можно быть еще красивее. Если чувствуете, что все очень плохо, боже, все очень плохо. Вот эти медленные, нудные упражнения, они точно помогут. Вы просто попробуйте. Ну и, конечно, есть такой объединенный цикл упражнений, когда вы утречком можете проснуться, и как кошка потягивается, сделать свои кошачьи потягивания. Я тоже вам предлагаю такой вот курс. Это точно по Томасу Ханны. Ничего не придумала, просто вот по его методике. И сделать себе эти кошачьи потягивания. Для того, чтобы все это в себе взять, под этим видео есть ссылочка «Омоложение через движение». Это полностью записанный курс с моими пояснениями. И вы можете делать это вашей утренней или вечерней практикой. А может быть и утренней, и вечерней практикой. Пока запомните все, и можете это делать без меня. Если буду вам полезна в этом направлении, буду очень рада, потому что я точно знаю, умная женщина, ее из тридцатника не вытолкнешь никогда. Ну или есть опять-таки вариант прочитать книжечку Томаса Ханны, вдохновиться. И в конце там тоже есть упражнения. И использовать эти упражнения для своего здоровья и красоты молодого движения. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!